Первая в городе спутники и третья по счёту в Жабенковском районе агрогруппа открылась на базе лицея города Жабенки. Поздравить учреждение образования и воспитанников с открытием новой группы аграрной направленности прибыл глава района Андрей Кузьмич. Главное достижение Жабенковского района, я считаю, это люди. Это те люди, которые трудятся сегодня на полях, это те люди, которые трудятся сегодня на научных объектах, средствах механизации. В общем, самое главное, конечно же, это кадры. Мы развиваем сельское хозяйство сегодня, строим новые животноводческие объекты, закупаем технику, инвестируем в расширение производства в сельское хозяйство. В связи с этим, очевидно, сегодня понятно для каждого из нас, что мы должны также работать и по привлечению, по поиску, по обучению качественных профессиональных кадров. В связи с этим, у нас в районе уже имеется опыт, и он, в принципе, зарекомендовал себя достаточно хорошо. Мы открыли два аграрных класса, уже открыли два аграрных класса, это Кривлянская и Кривлянская школа. И поскольку этот опыт, мы сегодня даем ему оценку, он достаточно положительный, и приняли такое решение в нашем лицее, в городском единственном лицее, открыли также аграрный класс. Я уверен, что ребята, те, которые сегодня учатся и в сельских школах, и ребята, которые сегодня учатся уже в аграрном классе, в аграрном группе нашего городского лицея, станут достойными профессионалами, достойной сменой тем людям, которые сегодня отдают жизнь на полях, на фермах. В адрес лицея было не только сказано много приятных слов, но и вручены подарки. Так, от районной власти лицею вручили сертификат на приобретение компьютерного класса. От областного совета депутатов денежный сертификат. Определите, что вы хотите. Спасибо. Агроклассы – это комплекс на обучение учащихся 10-11 классов учреждений общего среднего образования по специально созданному факультативному курсу «Ведение в аграрные профессии» с изучением отдельных учебных предметов на повышенном уровне. Благодаря углубленному обучению юноши и девушки не только будут иметь представление о той или иной профессии в сфере сельского хозяйства, но и пройдут неплохую практику. У нас в районе уже действует два аграрных класса. Это третий, но он непосредственно находится в городе. Два остальных находятся в сельских населенных пунктах. С детьми мы очень плотно работаем. Дети тут отмечали, что практика у них основной – это посещение непосредственно рабочего места, непосредственно освоение профессии. Та, которая есть – агроном, зоотехник, механизатор, оператор машинного доения. Они видят это воочи, как это все происходит. Поэтому уже с этого момента они уже начинают понимать, как это работает. Понятно, что все мы когда-то были молодыми, и у нас такого не было. Мы пришли со студенческой скамьи и сразу в сельское хозяйство. А они уже со школьной скамьи, можно так сказать, будут понимать, что такое. Как происходит непосредственно процесс производства того или другого вида продукции, который производит сельское хозяйство. Программа факультативного занятия «Введение в аграрную профессию» как раз таки и предполагает вот эти практические занятия, в том числе и выездные. Как вы могли уже слышать, это выездные мероприятия. Вы видели в рамках подготовки вот этого видеоролика, который мы сегодня представили нашим гостям. И, конечно же, это практикоориентированный подход, это профориентация, и работа с уже специалистами своего дела. А в Жабинковском районе, поверьте, работают высококвалифицированные специалисты и есть на кого равняться. У них есть небольшие преференции поступления. Именно освоение программ факультативного занятия «Введение в аграрной профессии» дает им эту возможность. Они могут поступать как по целевым направлениям, ведущие вузы страны, с которыми мы подписали соглашение, но и поступать без целевого направления. Конечно же, хозяйство поддерживает таких студентов и какие-то бонусы им дополнительные дают. Вот, поэтому, конечно же, это мотивация. Всего в новой агрогруппе обучаются 11 лицеистов. Большинство из них приезжают на учебу и сельской местности. И ребятам очень нравится обучение. Аграрная профессия – это мой осознанный выбор. С малых лет я росла в окружении бабушки и дедушки. Они часто ездили на поля, всегда брали меня с собой. Раньше мне просто нравилось наблюдать за результатами их труда, а потом вовсе увлекло. Я хочу пойти по их стопам, работать с землей, прославлять свою малую родину. К счастью, лицей дает возможность развиваться в данном направлении. Я мама ученика. Он в этом году пришел в лицей, 10-й класс. Ну, что я могу сказать. Наш выбор, аграрный класс. Во-первых, он очень любит природу. Ему самому очень близки, наверное, эти профессии. Земля, животных он очень обожает. И вообще мы думали о ветеринарии дальше. Конечно, страна аграрная, предпочтение отдается. И еще очень здорово, конечно, что предоставили такую возможность. Тем деткам, которые посещают аграрный класс, они потом могут без экзаменов на бюджет поступать в университеты. Это, конечно, тоже сыграло свою роль. Это здорово. Спасибо большое вообще руководству, педагогам. Вот, ему очень нравится. Ориентированность на осознанное развитие личности старшеклассников – это первый шаг в целенаправленном выборе будущей профессии, формировании и понимании специфики работы. А также целевая подготовка специалистов, начиная уже со школьной скамьи. Василина Буцкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Новости Бреста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова